В прямом эфире телеканала «Губерния 33» программы без предварительной записи в студии Екатерины Стариковой. Здравствуйте! Второй роддом переходит на стандарты доброжелательного отношения и к матери, и к ребенку. Что это значит? Почему так важны партнерские роды? И какие изменения в учреждении произошли за полгода при новом главвраче, узнаем из первых уст. Сегодня в нашей студии Максим Губкин, заместитель главного врача по клинике экспертной работе второго роддома, и Надежда Семенкова, главная акушерка второго роддома. Максим Владимирович, Надежда Васильевна, добрый день! Здравствуйте! Рада видеть вас в нашей студии. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, как обычно, и вы можете адресовать свой вопрос гостям программы «Телефон в студии» прежней 32-62-33. Дозванивайтесь, будем ждать ваших вопросов. Хотелось бы услышать ваши голоса сегодня у нас во время эфира. Начнем нашу беседу, наш диалог. Ну, конечно, самый первый и самый главный вопрос, какие все-таки изменения произошли за эти полгода при новом главвраче Вере Евгении Плашкевич, и сложно ли ломать эту систему, которая была до этого? Да, безусловно, сложно. Система модернизации роддом строится под современные технологии, так, как это должно быть, так, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Не всегда удается понимание получить от пациентов, но мы стремимся. Создали команду единомышленников, которые высокопрофессиональные, которые стремятся работать, стремимся ориентировать роддом на семейные отношения, стремимся ориентировать роддом на грудное вскармливание, на акушерство, которое и современное, и которое было бы для пациентов, как для потребителей медицинской услуги, востребованным, актуальным. И максимально, с медицинской точки зрения, приближенным к физиологическим родам. Надежда Васильевна, если мы говорим о доброжелательном отношении и к малышу, и к его маме, что подразумевается, почему больница и вдруг доброжелательная? Ну, вот как уже сказала Максим Владимирович, нам пришлось столкнуться с тем, что мы перестраиваемся на новые методики и новые технологии. И начиналась эта работа именно с персонала. Для того, чтобы, в принципе, персонал тоже понял, насколько это важно. И важно и для персонала, и для наших пациентов. В больнице доброжелательного отношения, недаром ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения, есть такой статус – больница доброжелательного отношения. И весь наш персонал именно прошли эти обучения. Мы хотим видеть и показать. Во-первых, уже есть опыт, и персонал нас услышал, и мы об этом работаем. Пациенты и их семьи, родственники, которые к нам приходят – это наши партнеры. Мы открыты. Мы открыты. Мы разговариваем на одном языке. Мы видим в них партнеров. Не то, что мы какое-то сделали назначение и какая-то, может быть, где-то там будет агрессия. Нет, мы партнеры. Любая манипуляция, любое действие, которое происходит со стороны медицинского работника, это обязательно объясняется и разъясняется по поводу доброжелательного отношения. У нас по поводу семейно-ориентированного направления. О том, что мы призываем всех, пожалуйста, приходите в наше лечебное учреждение со своими партнерами. Муж, друг, сестра, подруга, дола, современное слово. На то, чтобы вы были рядом. Женщина, которая находится у нас в родах в первом периоде родов, имеет право выбора альтернативы своей позиции и позы. В своей одежде такой маленький нюанс, который может быть, но мы его очень поддерживаем. И мы учим этому, этим всем действиям женщин на школах заранее, чтобы они были к этому готовы. И вот все это вместе и получается доброжелательное отношение. Любое действие мы рассказываем и объясняем. Роды, послеродовое пребывание, совместное пребывание. Все это вместе, целый комплекс таких мероприятий. Вот вы обмолвились про собственную одежду, да, будущей мамы, которая находится в родах. Это действительно так? Вы отходите от тех строгих критериев, когда мы надевали чуть ли не костюм робота на себя? Да, на самом деле это так. Мы начинаем это рассказывать. Во-первых, это прописано в нормативных документах. Ничего нового мы не придумали. Мы придерживаемся стандартов. Это есть СанПИН и федеральные рекомендации. И черно по белому написано. Это поддерживается. Одежда для мамочки и для малыша. Шапочка, носочки. И то, что как женщине удобно в послеродовом. И также партнер, который приходит с ней на роды. Он имеет свою чистую хлопчатую бумажную одежду. Все это. Про партнерские роды, я думаю, мы более подробно поговорим чуть позже. Хотелось бы узнать немного о медицинской составляющей этого современного процесса, современного формирования и работы вашей команды. Акушерская агрессия. Есть такой термин. Объясните, что это такое. Я, например, впервые слышу об этом. Акушерская агрессия – это термин, введенный академиком Радзинским. Основывается он на наблюдениях по оказанию акушерской гинекологической помощи на стыке 2000-х-90-х годов. Что он под собой подразумевает? Избыточные манипуляции. Манипуляции, направленные на удобство по времени, на удобство медицинского персонала. К примеру, индуцированные роды. Роды по плану, роды днем. Не так, как это физиологически, так, как это природой заложено, как вы заметили, и так далее. То есть, такой подход дает большее количество осложнений. Он увеличивает количество кесаревых сечений. По сути, под акушерской агрессией подразумевается отсутствие возможности женщин для естественных родов, так, как это предусмотрено природой. Ну и, соответственно, управлять этим процессом не всегда представляется возможным с медицинской точки зрения. Мы получаем осложнение. То есть, не везде надо вмешиваться. То есть, вы сейчас заточены на то, чтобы было по минимуму вот такого воздействия. То есть, уход от избыточных амниотомий, уход от индуцированных программированных родов, уход от избыточных манипуляций, снижение процента кесаревого сечения, снижение количества медикаментозной нагрузки в родах, повальное использование окситоцина, повальное использование эпизиотомий и так далее. То есть, тех манипуляций, которые не сильно влияют на родовый процесс, но дают зачастую большое количество сложного. Надежда Васильевна, по поводу стимуляции, по поводу обезболивания в родах, как здесь обстоят дела, есть ли какие-то нововведения? Ну, нововведения, наверное, их не назовешь нововведения, просто в родах есть, она есть адекватно обезболивание в родах. Это индивидуальный подход каждой женщине, это каждая женщина. Даже если у нее вторые или третьи роды, это индивидуальный подход. Адекватное обезболивание в родах. Оно присутствует, и наши врачи владеют всеми методами обезболивания. Если говорить о грудном вскармливании, Вы тоже проводите большую работу в этом ключе. Расскажите, все ли мамы соглашаются сразу находиться рядом с малышом, так как это способствует лактации. Не было ли у Вас отказов, например, за это время? Женщины говорили, нет, я не хочу, я хочу отдохнуть, не хочу лежать с ребенком с первых минут его жизни в одной палате. Вопрос такой обширный. Все-таки по поводу обучения по грудному вскармливанию. Еще раз хочу сказать, что сначала мы обучили весь персонал. Для того, чтобы донести все-таки, насколько это важно, нами был приглашен специалист из города Москвы, 29-го родильного дома, который провел курс обучения для нашего персонала. Хочу сказать, отметить сразу, это вызвало большой интерес. Персонал был очень заинтересован, и все эти этапы рассказывают женщины, начиная с периода беременности, что же происходит в организме, и насколько это важно. Женщины все разные. Кто-то категорично пытается отказаться. Пытаемся достучаться и донести важность этого момента, важность. Ну, 99,9, которые женщина очень активно это принимает и адекватно. Понимаете? Даже если какой-то период женщина может отказаться, потом она все-таки настраивается на тот лад. Это самые золотые мгновения, которые есть. Насколько это необходимо и для ее здоровья, и для здоровья новорожденного. На школах готовим и рассказываем, чтобы дома она не испугалась остаться один на один и с теми проблемами, которые возникают. У нас есть видео и иллюстрация на эту тему. Я предлагаю посмотреть. Второй роддом областного центра переходит на стандарты доброжелательного отношения к ребенку. Лечебное учреждение первым в нашей области поддержало инициативу Всемирной организации здравоохранения и фонда ЮНИСЕФ. Речь идет о внедрении подходов, которые направлены на защиту интересов новорожденного. В первую очередь это партнерские роды, совместное пребывание матери и ребенка и обучение женщин грудному вскармливанию. Специалисты не устают повторять. Кормление грудью – главное условие дальнейшего здоровья и малыша, и самой мамы. Мы стараемся ориентировать женщин на грудное вскармливание. Это выгодно во всех ракусах, будем так говорить, и материально, и проблем меньше у мамы, у ребенка, когда молоко всегда с мамой, еда готовая, еда в достаточном количестве. Но прежде чем обучать пациенток, необходимо повысить профессиональные навыки персонала. Многие сотрудники роддома привыкли работать по-другому, придерживаясь правил старой школы грудного вскармливания. Это раздельное пребывание матери и ребенка и прикладывание ребенка по режиму, каждые три часа. В настоящий момент именно консультантами, экспертами Всемирной организации здравоохранения ЮНИСЕФа приведены данные о том, что именно раннее прикладывание не только дает ребенку необходимый иммунитет, но и способствует предупреждению всевозможных лактозов, всевозможных проблем с молочной железой у родившей женщины. В настоящее время сотрудники роддома прошли курс обучения под руководством представителя ВОЗ Ольги Рудневой. Она рассказала о правилах, соблюдение которых помогает наладить эффективное кормление грудью. Начинать следует сразу после родов. Во-первых, выложить ребенка на живот матери и по возможности как можно дольше сохранить этот непрерывный контакт, чуть отложив процедуры взвешивания, возможно, измерения, если это позволяет обстоятельства. После родов ребенок должен находиться в одной палате с матерью. До корм малыша смесью назначается только по строгим показаниям. Этих показаний будет все меньше и меньше, если пребывание будет действительно совместным, если у матери не будет препятствий прикладывать ребенка достаточно часто к груди. Мы говорим, что со вторых уже суток жизни ребенка эти прикладывания могут быть каждые два часа или чаще днем, каждые три-три с половиной часа или чаще ночью. Не менее важно научить молодую мать технике кормления. Это позволит ребенку быстрее получать молоко, а женщине избежать неприятных ощущений. Нам нужно дождаться, когда ребенок максимально широко откроет рот и в этот момент притянуть его к груди, чтобы сосок оказался как можно глубже во рту и прикладывание не доставляло некомфортных ощущений. По рекомендациям ВОЗ, новорожденный должен получать только грудное молоко до шести месяцев. В дальнейшем вводится прикорм, но кормление грудью следует сохранять как минимум до года. Главные требования больницы доброжелательного отношения к ребенку закреплены в приказе Минздрава еще в 2012 году. Они уже реализуются в родильных домах регионов соседей – Иваново и Нижнего Новгорода. Владимирская область пока только начинает эту работу. Татьяна Гордеева, Стас Трегубов, Губерния, 33. Ну, к теме грудного вскармливания мы вернемся сразу после того, как ответим нашему зрителю на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день, мы слушаем. Задавайте свой вопрос. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Видимо, не дождался зритель, был сюжет достаточно объемный. Я напомню, телефон студии 32-62-33. Обязательно дозвонитесь еще раз, попробуйте, мы ответим на ваш вопрос. Я так понимаю, что существует некое сотрудничество с волонтерами в плане грудного вскармливания. То есть не только медицинский персонал роддома занимается обучением женщин, дает какие-то советы, рекомендации, но еще и волонтеры участвуют в процессе. Да, это так. У нас есть волонтеры. Мы очень благодарны этим сотрудникам, которые у нас. Они также были у нас присутствовали на обучении. Это те люди, которые на самом деле помогают и женщинам, и помогают медицинским работникам. Потому что иногда чисто теоретические знания, которые мы рассказываем все-таки женщинам во время беременности, при наступлении материнства, какие-то возникают нюансы. На эти вопросы нужно просто набраться терпения, и женщине это объяснить, рассказать и показать. Все-таки есть вопрос, дозвонился зритель. Давайте выслушаем. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно ли кормящей маме заниматься спортом? Если да, то скажите, сколько времени должно пройти после родов? Неделя, может быть, месяц? Спасибо. Спасибо за вопрос. По сути, ограничений, если роды прошли без осложнений, если послеродовый период пердекает без осложнений, по сути, таких серьезных ограничений нет. Беременность, роды и послеродовый период, в том числе и лактация, это никакая не инвалидность, это никакая не дефектура. Поэтому спортом умеренно заниматься можно. Конечно, не до олимпийских достижений, но все-таки заниматься спортом, даже было бы, если вы находите время, было бы полезно. Я так понимаю, что по грудному вскармливанию даже работает некая телефонная линия. Вот сейчас наши зрители на экране могут видеть, мы титром даем этот телефон, может быть, кому-то из мамочек пригодится. Это вот как раз к слову о том, что нужно поступательно, аккуратно, все доходчиво объяснять. Есть телефон горячей линии, пожалуйста, если у вас возникают какие-либо вопросы, пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. У нас в штатном расписании есть и психологи, и консультанты по грудному вскармливанию. Поэтому мы ответим на все ваши вопросы. То есть телефонный звонок бесплатный, можно звонить круглосуточно? Да, пожалуйста, звоните. Может быть, вы знаете, какие-то случаи уже помогли кому-то по телефону, у кого-то был застой молока или что-то подобное? Ну, по телефону так вот не могу сказать, но вот на период у нас постоянно лежат женщины, и все-таки возвращаемся к тому, что каждая женщина имеет свой индивидуальный подход. Кому-то нужно немного больше времени, кому-то нужно, которое сразу все получается. Каждой женщине можно найти подход, объяснить, рассказать, помочь, создать ей психологическую поддержку. У нее все получится, у нее все получится. Это та работа, которая проводится ежедневно. Но есть еще подготовительная работа, школа доброжелательного материнства, даже школу материнства вы переименовали. И есть школа выездная. Как давно она функционирует и какие возможности дает женщинам? Как давно она функционирует? Нет, не давно. Два-три месяца? Да. Школа выездная, высокая потребность возникла в ней. То есть я сначала расскажу историю. То есть та школа материнства, которая присутствовала ранее во втором родильном доме, она не соответствовала тем задачам, которые ставились перед ней. Немногие женщины могли на нее прийти, ввиду каких-то объективных причин, и в том числе женщины с районов. То есть сейчас модернизировалась школа. Школа опять же стала ориентирована социально на маму, социально на отцовство. Ориентированная школа стала на кормление, на лактацию, на уменьшение акушерской агрессии, на объяснение женщинам, что будет с ними в родах, как вынашивать беременность, как будет протекать после родового периода и так далее. И есть потребность в районах. То есть по сути пациентки с районов, женщины с районов нашей области, они эту информацию не получали. И идея о том, чтобы доехать и донести эту информацию до них, пусть не в полном объеме, пусть в виде одного-двух дней, она была. И большой интерес это вызвало. Те вопросы, которые возникали, максимально стараемся отвечать на них, объяснить, что страха в родах, страха перед выбором учреждения не должно возникать. Но опять же, говорим о своих преимуществах, о преимуществах той модели, которая предлагается во втором родильном доме. И, собственно говоря, вот эта идея, стремимся ее развивать. И хотелось бы, конечно, чтобы во всех районах области такая школа работала. Мы готовы выезжать, готовы общаться с населением. Максимально рассказывать, чтобы они не боялись, чтобы они понимали суть тех процессов, которые сейчас происходят во втором родильном доме. Суть модернизации, суть семейно-жетеного подхода. Ну и рассказывайте, наверное, в том числе и о партнерских родах. Кто может в них участвовать, если какие-то... Продолжим тему после того, как ответим зрителю. Подсказывает мне, что есть у нас звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте, меня вот тема совместных родов совсем не отталкивает. Хотелось бы узнать, как это все организовать. Можно ли там, например, видеооператора пригласить? И нужны ли какие-нибудь справки ему, чтобы без проблем войти в палату? Спасибо. По сути, здесь основное ограничение одно – это флюорография в течение года. А остальные – это индивидуальный подход. Опять же, партнерские роды подразумевают собой помощь партнера, самой пациентке во время родов и так далее. В зависимости от того, как партнеры понимают, соответственно, им и составляется программа. Как правило, совместно с психологом и так далее. То есть и видеонаблюдение, и фотографии, конечно, это возможно. А на партнерских родах может присутствовать только один член семьи или доула? Или несколько человек могут помогать будущей маме? Вы знаете, как правило, практика показывает, что женщина выбирает себе одного партнера, один человек. Это самый близкий человек, с кем ей очень комфортно. Муж, партнер, мама, сестра, подруга, может быть, не обязательно. Как правило, один человек, с кем ей очень удобно и комфортно. Поэтому здесь... Были ли случаи родов с доулой уже во втором роддоме? Ну, в качестве доула у нас поступал один из психологов, которая была, это было первое наше начинание внедрения, да, были. Мы считаем, что это хорошее направление, хорошее направление. У нас квалифицированные специалисты и грамотные акушерки, которые оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Но доула – это помощники. Доула – это помощники. Помощники как и женщине, так и акушерке. При всей загруженности, которая есть все-таки у работы, в работе акушерки, когда она не одна находится с женщиной, у нее могут находиться и 2, и 3, и 5 женщин, какие-то есть обязанности, должностные обязанности по медицинской работе, по медицинскому документации, доула находится рядом. Они работают в одном ключе. Они не противопоставляют друг друга. Мы работаем все в одном направлении, на благо нашей пациентки, на благо нашей женщины. Поэтому случаев, конфликтов у нас не было. А теперь во втором роддоме есть еще одна уникальная возможность. У вас появился специалист, который принимает вертикальные роды. Расскажите вообще, что это такое? Да, вы знаете, мы можем этим гордиться. У нас есть специалист. Это старший акушерка родов в отделении Тимофея Вячеслава Генриковна, который владеет данным приемом родов. Это не новшество. И в регионах России это практикуется, практикуется очень активно. И практикуется в Москве, наверное, и в ближайших. Да, мы возвращаемся к тому, что женщина, мы даем ей право выбрать ту позу и позицию, которая ей удобна, начиная с первого периода родов. Для этого в родзале у нас есть и фитболы. Мы приобрели стульчик для вертикальных родов. Есть гимнастический коврик. Женщина в зависимости от состояния своего и желания может посидеть, попрыгать, посидеть на этом стульчике. Когда идет второй период родов, непосредственно изгнание ребенка, женщина также, мы предлагаем ей выбрать ту позу, которая ей удобна. Это не обязательно лежать на спине, на боку или вертикальной. Когда мы трансформируем нашу кровать, и это называть вертикальной родом. Можно на этом стульчике. В первые шаги есть первая пара, которая пришла и познакомилась с сакушеркой, и они готовятся, и мы надеемся, что у нас пройдет процесс. А если так получится, что, например, женщина изначально не планировала вертикальные роды, такие вот альтернативные, а в процессе захотела, вы сможете как-то построиться, перестроиться? Без проблем, мы сможем, пожалуйста. Мы можем это предоставить, у нас есть такая возможность. Давайте поговорим еще о бакушерской агрессии. И, насколько я помню, здесь речь шла в том числе о кесареве. Каждая третья попадает на операционный стол, согласно статистике у нас в регионе. Это даже чуть больше, чем в целом по стране. Есть какие-то методики, может быть, современные, как сохранить количество подобных операций? Уменьшить количество подобных операций. Сейчас активно в Министерстве здравоохранения внедряются критерии Робсона. То есть это критерии обоснованности выполнения данной операции. То есть это хирургическое вмешательство, которое не должно выполняться без каких-либо показаний. Есть определенный список показаний. Он прописан в клинических рекомендациях. И, к сожалению, достаточно часто, вот в рамках той акушерской агрессии, которая сформировалась последние 15-20 лет, пациентка подгоняется под какое-либо показание по кесаревому сечению, не имея на то таких четких, выявленных оснований. Удобная операция, планированная операция, но есть ряд осложнений, ряд последствий. Сейчас столкнулись с тем, что очень много женщин повторно беременеют, рожают, сложнее выносить, сложнее проходит период выхаживания, беременности и в дальнейшем роды. И активно обсуждаются роды с рубцом на матке в нашем учреждении. И это сейчас, опять же, вот это вот нововведение активно пропагандируется, и мы пытаемся ввести роды с рубцом на матке. Не все пациентки пока соглашаются. Это как раз в некотором смысле связано с тем, что информированность низкая. То есть кесарево сечение – это не оптимальный путь родоразрешения. Он должен выполняться по определенным показаниям, выявленным показаниям. ВОЗ считает, уже несколько конец, такая есть ВОЗ. 11% кесарево сечение – это оптимальный процент, который дает положительные результаты. Снижение материнской смертности, перинатальной смертности и так далее. Завышенный процент кесарево сечение – это уже необоснованная оперативная активность, необоснованное оперативное вмешательство. Может быть, где-то для удобства персонала, может быть, где-то потакает желанием женщины. Опять же, психологически неправильно настроены пациентки, малоинформированные пациентки. Поэтому кесарево сечение далеко не решает все акушерские проблемы. Его процент сейчас нужно снижать. Возраст остается тем самым показателем, по которому определяют, делать кесарево или нет? Я имею в виду уже после 40. То есть сейчас уже отходим от этого. Такого показания прямого нет. Сочетание нескольких показаний можно рассматривать. Опять же, почему не рассматривать роды через естественные родовые пути? Наиболее оптимальный метод родоизрешения. Ведь естественные роды и ребенок более адаптивный. И у мамы с лактацией меньше проблем. После кесарево сечение гипоколактия встречается на 47% чаще. То есть когда у мамы мало молока, когда оно рано заканчивается и так далее. То есть эта операция имеет ряд последствий. Она должна выполняться в тех случаях, когда у нас нет возможности родовозрешения численности родовой пути. Ну да, физически потом женщине восстановиться, конечно, гораздо сложнее, чем после естественных родов. Как мамочки будущие, которые приходят на школу материнства и уже состоявшиеся, которые рожают своих младенцев во втором роддоме, относятся ко всем этим нововведениям? В принципе, сейчас молодежь современная, прогрессивная. Я думаю, что они все впитывают и хотят попробовать и вертикальные роды, и совместные роды, партнерские. Или все-таки есть некая настороженность? Еще не доросли мы до таких изменений. Ну, мне кажется, все равно некоторая настороженность еще присутствует. Но, как правильно вы сказали, что это молодежь. Молодежь активная. Она изучает и литературу, и читает, и следит за всеми нововведениями, которые есть. Все-таки мы считаем, что женщины нас поддерживают. Они слышат, они к этому готовы, к этим нововведениям, если так можно сказать, что это нововведения. Поэтому все-таки женщины у нас рожают, и опрос, который мы проводим, он положительный. Значит, мы двигаемся и работаем в правильном направлении. Мы работаем для женщин. И это интересно всем. И женщинам, и женщинам нашим пациентам, и нам. Мне бы хотелось добавить, если вопросы остаются, если какая-то настороженность, есть мифы или и так далее, приходите к нам. Мы открыты в школу материнства, день открытых дверей, марафон по роддомам. Мы постараемся максимально показать, рассказать, развеять страхи, мифы. Индивидуально можно познакомиться и с врачами, и с средним персоналом. То есть мы готовы рассказывать, показывать, обосновывать свою позицию. И максимально быть приближенным к пациенту. То есть медицина с человеческим лицом – это как раз наша непосредственная задача и кредо второго родильного дома. А вот что представляют собой эти экскурсии по роддому? Кто показывает будущим мамочкам палаты, знакомиться с врачами? Есть какой-то специально обученный человек? У нас этим занимается психолог. Это каждая пятница. Пожалуйста, мы приглашаем всех. И мы покажем, на самом деле мы открыты, мы показываем все то, где мы работаем. Свободный родильный зал, который у нас есть, палата совместного пребывания, где находится. И рассказываем о всех манипуляциях, которые проводятся в период и после родового пребывания. И отвечаем на вопросы, которые есть. У нас обязательно проводится, присутствует на школах. Мы приглашаем и акушер-гинеколога, и анестезиолога, и реаниматолога, который подробно расскажет о всех метрах обезболивания в родах. Обязательно неонатолог, который расскажет о всех прививках и все, что происходит в период после родового с новорожденным. Естественно, акушер-гинеколог. Проводит психолог. Нам нечего скрывать, мы открыты. Пожалуйста, приходите. Посмотрите на нас, мы вам все покажем. А на школу доброжелательного материнства не приезжают московские медики? Не делятся как-то опытом именно с нашими мамочками? Да нет, такого у нас еще нет. Пока только специалисты, да. Пока еще нет. Такого у нас еще нет. Да и, собственно говоря, школа создана для того, чтобы мотивировать пациента, для того, чтобы они понимали, что это за учреждение, что с ними будет происходить, для себя что-то уяснили и так далее. То есть школа ориентирована непосредственно на учреждение. То есть мы не рекламируем Москву. Соответственно, мы рассказываем о себе, мы рассказываем, что женщинам предстоит, отвечаем на их вопросы. То есть мы стараемся быть ближе к пациенту. То есть у вас, я так правильно понимаю, происходит конкретный диалог. Не просто показали, как запеленать ребенка. То есть именно вот в этой наглядности, да, в полной информированности заключается та новая школа. Потому что раньше же тоже была школа материнства. О том, что не пеленать. Да, да, да. К вопросу о том, что не пеленать. Ну да. Теперь вы этому не учите. Нет, нет. Вообще не пеленать. Свободное пеленание. Ручки свободные. Да, да, да. Один из способов информировать будущих мам, да, их мужей, может быть, которые скажут, пойдем рожать во второй роддом, это соцсети. Я знаю, что есть группа ВКонтакте. Насколько она активна? Насколько много посетителей и участников этой группы? Группы ВКонтакте есть, они активны. На вопросы, которые касаются организационных моментов, отвечают одни люди. По лечебным вопросам пытаемся, чтобы это все-таки отвечали доктора. Вы поймите, что ответить на лечебный процесс ВКонтакте, наверное, не всегда будет таким адекватным, корректным по какому-либо. Поэтому, а такие вопросы, которые обсуждение, да, принимаем участие, и, конечно, мы отслеживаем все то, что пишут. Конечно, мы в курсе. Поэтому мы еще раз призываем, что мы открыты, и лучше вы приходите к нам, посмотреть на нас. У нас есть вопрос от зрителей, давайте выслушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, а у меня вот такой вопрос. А можно ли присутствовать на партнерских родах отцу ребенка, если наш брак не зарегистрирован? Гражданский муж имеется в виду? Конечно. Конечно, спасибо за вопрос. Конечно, можно, пожалуйста. Если мы говорим до наступления беременности, об этом периоде, то женщина должна как-то не только настроиться, но и подготовиться. Как часто бывает, так что женщина уже забеременела, а беременности не планировала, соответственно, не прошла все нужные процедуры. Попадают такие женщины в роддом? Вы имеете в виду те женщины, которые не наблюдались? Не наблюдались, да. Как вы с ними работу ведете и ведете ли? Ну, как правило, они приходят у нас постфактум. То есть, если пациентка поступает на роды, и она не наблюдалась. Возьмете такую? Конечно, возьмем. Некоторые диагностические вакуумы создаются. То есть, мы не знаем, как протекала беременность и так далее. Но пациент для нас есть пациент. Отказ медицинской помощи не дозволителен. Вот поэтому она такая же пациентка. И максимально, конечно, вся медицинская помощь ей будет оказана. Так же, как пациенткам, которые стояли на учете и так далее. Здесь сложность небольшая будет в том, что некоторые моменты диагностические, которые были бы выполнены в женской консультации, мы уже не сможем выполнить. И, соответственно, процент вероятности ошибки, он, конечно, заложен уже. И, опять же, такие пациентки достаточно часто бывают с осложненной беременностью. Вот здесь вот уже помощь будет оказываться постфактум, так как какой пациент есть. Ну, главное, я услышала, что вы не откажете, обязательно примете. Потому что это тоже доброжелательное отношение. Что в планах вот у нынешнего коллектива, какие есть, уже есть соображения, как дальше это все воплощать и довести до логического конца? В планах дальнейшее доведение именно медицины с человеческим лицом, вот этого ориентированного подхода. В планах снижения процента кислородов в сечении в области в том числе. То есть за счет нашей деятельности. В планах, чтобы женщины нас полюбили, чтобы они к нам приходили, чтобы максимальное количество пациентов получило вот этот вот правильный медицинский подход, счастливое материнство, счастливое отцовство. И сформировалось в целом в обществе доверительное отношение к медицине, которое, к сожалению, в последнее время подрывается. Чтобы не было опасений за роды, за материнство. И как социальный фактор в дальнейшем послужило бы к повышению рождаемости, которую вот все хотят увидеть. Стимулом, хотя бы вот на этом этапе, точно пациентки бы знали, что роды, беременность у них протекут хорошо, безболезненно. И оставив благотворительные впечатления. Ну и еще раз напомним нашим зрителям, что вы открыты, да? Надежда Васильевна, когда бывают все эти встречи? Все эти дни открытых дверей? Мы открыты. Дни открытых дверей каждую пятницу. Каждую пятницу? Каждую пятницу? Ну и такая выжимка буквально на минуту от каждого. Для будущей мамы что нужно, чтобы и роды прошли хорошо, и грудное вскармливание наладилось быстро? Наверное, мне бы хотелось сказать, чтобы все-таки это позитивный настрой женщины. Чтобы она ничего не боялась, приходила к нам со спокойной душой и открытым сердцем. И мы такие же. Все будет хорошо. Приходите к нам. Подскажете, как лучше. А мне бы хотелось пожелать, чтобы беременности и роды протекали у наших пациенток максимально легко, максимально благополучно. И со своей стороны мы постараемся сделать для них все, что только в наших силах. Спасибо большое за эту беседу. Ну, я думаю, что наши зрители, увидев вас в нашем эфире, многое поймут и о коллективе роддома, и о том, что там сейчас происходит, и что изменения эти все только к лучшему. Я напомню, что сегодня в нашей студии были Максим Губкин, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе второго роддома, и Надежда Семенкова, главная кушерка второго роддома. Спасибо еще раз за беседу. Спасибо. А нашим зрителям я напоминаю, что запись этой программы и другие актуальные новости вы найдете на нашем сайте trc33.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!